Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас у нас прошли боевые рестарты Ну что ж, должен быть сейчас сыгран knife round, как я понимаю, да, команды Купили арморы и отправляются на центр На центр карты Dead Reign, друзья Одна из самых сложных карт, которая вообще может быть Ну вот именно скандинавские команды ее всегда играли очень красиво, темпераментно И сейчас, может быть, нам повезет И мы, несмотря на то, что этот чемпионат проходит в интернете И это своеобразная разминка перед соревновательным сезоном Возможно, мы увидим именно тот, хотя бы часть того красивого Counter-Strike Так, Маки давит флюшу Маки давит просто всех со своим супер-ножом Ну, два в два, давайте смотреть Я за H2K Они проиграли первую, поэтому должны Должны просто сейчас, да, разорвать Пронакса и начать за дефенс Вообще, нюк, кстати, это был пик Команда H2K Я еще в самом начале эфира об этом говорил Сегодняшней трансляции И PRB, да, зарезал Пронакса Вот Трейн, это уже карта команды Fnatic Напомню вам, что именно на этой карте Они терроризировали своих соотечественников И это привело К не самым хорошим последствиям Такие дела Ну что ж, рестарты H2K защита, нападение Fnatic Первый пистолетный раунд, погнали Давайте смотреть, как свои силы расположат игроки Норвежского коллектива Маки, зелень PRB с ним, проход на единицу Поли кроет У нас с первой линии Скарг, ну, два закрытые Там инфа от Рубина То, что проходили игроки нападения Он, кстати, на Молотове Обратите внимание И попадает сразу под шквал Под чек огонь Его чекают по ногам Он понимает, что, скорее всего Не, приберег Молотов Смотрите, не кидает сразу Молотов Приберег его Ну и от него, наверное, уже будет строиться здесь игра Будет сидеть на Молотове Норвежцы стянулись В принципе, пока по точкам 3 в 2 Плюс декой на Апланете И стяжки нет Просто нету Залетает Молотов И Фнатик просто не пошли Ой-ой-ой-ой-ой Только хотели идти А тут такой сюрприз Ну, выиграли пару секунд времени На закрытом Но не более Что я могу сказать про штуки И Молотов ушел в никуда Смотрим за Скаргом Вот верхний будет очень-очень опасный И... Ну, тут просто дым Спаминг И Фнатик, по-моему, сейчас Да, вообще изи Вообще изи Просто прорываются На закрытый флент Пытаются как-то сыграть Маки Но его доминирует флюша И Фнатик просто отпушили Сейчас закрытый в нужный момент Правда, вот Ошибка в игре в упоре И моментальная ситуация меняется Живи остается последним Вот так вот Побежали на рожон Полезли Вместо установки бомбы Решили пойти на понты И в итоге понты их отымели Вот такие дела Тем не менее Вот штуки не понимали Насколько сильно им повезло И... Зря, зря Они, конечно, из виду бомбу упустили Скорее всего не заметили С самого начала Ну и один в два Остается Живи Ноу-берст файр Мот и... Ой-ой-ой-ой-ой На реладе его ловит Его ловит Скарг Скарг КП 2000 И это хедшот Это хедшот И никаких не будет здесь Стрейфмов жестких Скарг успевает Добить Живи И это дефьюз бомба Но тем не менее Тем не менее Если бы не Скарг Этот раунд бы просто остался Не у Аштукей И все было бы Очень-очень печально для них Стоит отметить Выход на закрытый От команды Фнатик Насколько все-таки Они легко и Грамотно прочитали Аштукей Развели на молотов Развели на флешки Заготовка с двумя дымами Хоть и поздними Была тоже очень успешной Если бы они играли быстро Наверное их просто Приняли бы изи Но тут дело дошло До размена Но Фнатик поставили бомбу Это говорит нам о чем? О том что в третьем раунде Шведы закупятся И норвежцы Попытаются быть к этому готовыми Но будем надеяться Что у норвежцев Сейчас потерь не будет В этом раунде Смотрите Вторая бомба От Дэви Волка пошла Он ее умудряется поставить Тут вот если посмотреть сверху Тут просто дым И Смог with every day Ту-ду-ду Ту-ду-ду Вот можно спеть песню Даже под это Да целую Но в итоге Бомб has been defused И Terrorist win Такие дела 2-0 В пользу штуки гейминг А вот теперь Байт команды Фнатик JV Вот он думает Сейчас АВП Или да Все-таки АВК Берет АВП Сотка Да сотка Будет ловить Будет ловить зелень Ребята давайте посмотрим Получится у него это или нет Ждет гранат В итоге Влетает дым Влетает хае После дыма Начинает чекать 100 Но там уже Парень просто На апдауне И увидел ноги Увидел ноги JV Это дает ему возможность Спокойно пройти Должен был убивать Бок Но не убивает Залетают флешки JV лишается позиции Ну преимущественно Выгодные позиции Так-то в сотке Он останется Но здесь уже Без преимущества Будет действовать Бронекс в рубашке Родился Стратегия Стратегия На контроле И Также вовремя покидает Опасное пространство Выходит в апдаун Знать их никого не потеряли Получили неплохо информации По апленту Но вот что будет делать дальше JV Мне непонятно Вообще у него тут Такой курьезный момент Посмотрите Вот я это даже просто Сфоткаю Потому что Ой-ой-ой-ой 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 Минус ПРБ Стендин не удержался И отдался на зелени Ну это аплент Это аплент скорее всего Потому что номера 9.8 Да Номера 9.8 Делают фейк закрытого Посмотрите Выходит Шнейдер Не перестреливает он Рубина И а штуки не покинули Позиции аплента 4 в 4 И Фнатик сейчас Могут просто попасть В просак Именно так это называется Но Дэвил Волк Удается зайти с зелени В спину Он остался незамеченным Не чекала зелень А штуки Маки Отдался в точке И Фнатик занимают Аплент Но Шансы на выбивание Очень хорошие Давайте смотреть На поле Нет Поле был под мушкой JV Минус поле 2 в 4 Вот такие вот качели От команды Из Швеции И норвежцы Увидим Либо плетку с АВП. Либо 2 АВП, либо... Всё. О-о-о-о! Life be hard, господа! Прощай, Джей Ви. Скарг просто доминировал. АВП забирает ПРБ, относит его к своему тиммейту, и Поле сейчас мог ещё закрыть зелень, но на зелени никого, слава богу. Для него, потому что это было бы слишком жирно для такого раунда. Пронакс наказывает Маки. Ну, от стенки стоять в такой позиции в этой игре, это глупо. Вот в 1.6 прокатывало, можно было под вагон залезть, теперь нельзя. Ну и рубина. Рубильник наш любимый. Вот такой вот Поландмен. Мне интересно, прочекают его или нет. Мне интересно только это. Ну, парень обосрался, просто первый минус, вместо того, чтобы дождаться. Я извиняюсь за, конечно, мой французский, но надо было ждать. Вот если вы вспомните лан-финал СЛТВ Стар Сириес прошлого сезона, как играли ребята из Польши, Тас, новая компания, я имею в виду, Golden Five, вот там это выглядело просто мега каким-то, я не знаю, психическим расстройством для соперника, когда в последний момент из ниоткуда появляется этот воин и казнит всех. Ну, или команда идет 4А. Ну что, 3 в 2 размены. Могли сейчас дожать, конечно, а штуки, но принято решение засейвить. За ВП уже должен был отправиться. А ноу-полли? Да, ноу-полли. Скарк пытается сыграть со скаутом, но он, по-моему, в этом раунде уже получил больше, чем хотел. И у него уже даже есть 2 MVP. Во 2 сравнивает шведская команда счет. Но борьба будет продолжаться до последнего. Так, ну, на 28 тысяч против 15, но тут сказывается еще тот момент, что ну да, бабок подняли больше, но и потратили тоже больше. Я имею в виду аж окей. Так, ну что, выход на А под раскидочку. В том, что Фнатика на четкое единственное пространство, которое они не изолируют, это вот выход на единицу и середина планта. Так, Джейвий не сыграл свою роль. Абдаун остался красным, и Фнатик принимает решение отойти. Нет, Пронокс проник в дым, поставил бомбу, Маки его заметил. Но эту бомбу просто можно сейчас смело дефузить. Я не знаю, чего ждут Фнатики. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как тут просто не заходит у Аштукей. Вот такая бомба, и Аштукей просто не знали, откуда ждать соперника. Вместо того, чтобы дефити прикрывать, они ринулись на рожон. В итоге Скарг выбивает. Дефьюз бомба от рубина. Три, две, одна. Ну все, успел. Скарг всех закрыл. И едва-едва, едва-едва. Аштукей не хватило здесь, чтобы отдать этот раунд. Три-два. В пользу Аштукей. Удержали преимущество, но на тонкой ниточке. Вообще по тонкому лезвию ходят парни. Хотя на самом деле, любая бы команда, наверное, растерялась. Как так? В сотке пусто, в зелени никого нету. В... Вот фиг хочет поиграть. В зелени никого нету, в Абдауне тоже никого нету. И что же делать? Что же делать дальше? А бомба-то стоит. Смотрите, Джей Ви прошел на единицу. Минус зелень. Слышит, слышит, слышит. Он здесь маки, но... Тот уже знал, на что шел, соответственно, размен. 4 в 4, Девил Волк, зелень. Ну, это вот заготовка первого девайсного раунда. Рубина все еще на Б, но он не в подсадке. Кстати, по-моему, после той подсадки не будут особо сильно туда рассчитывать выходить игроки команды Фнатик и будут очень педантично сидеть и дожидаться либо пуши, либо точка Б будет разводная, когда будет точная инфа про А. И посмотрите, раскидывается закрытый. Девил Волк дал две флешки на зелени, но они ни капельки не останавливают игроков команды. А в штуке они все стянулись на закрытый. Бомба у Пронекса. Посмотрите, эти два жмурика просто стоят и ждут. Стоят, ждут аркаду на рез. Но со ста никто не прошел. Дали Декое. Там пытается Шнейдер изобразить видимость атаки. Ему не дает уйти поле. Вот в такой вот полет пузовым вперед его отправляет АВП. И Пронекс открывается на точку. Маки. Минус Пронекс. Нет. Да, минус Пронекс. Последние 19 секунд этого раунда и Девил Волка надо еще найти. Но знают, знают, что он на линиях. Он топает. Минус карк. И один на один против Плунта. 9 секунд. И Девил Волк. Ой-ой-ой. Подлавливает Маки. Ну как же так-то, ребята. Что за арбузов, что ли, переели? Ну, жесть. Вот Скарк слышал Девил Волка просто четко, но он, по-моему, думал, что тот на линиях, но никак не на башне. Но в итоге Девил Волк топнул, упал, и Скарк просто потерялся, я не знаю. Либо, ну, непонятно. Выстрелить он явно не успел, и вы это и видели. Хотя прицел был почти на голове. 3-3. Вот таким вот чудо-маневром Фнатик вырывает этот раунд благодаря Девил Волку. А Штукеи, конечно, должны сейчас очень сильно расстроиться после такого поворота событий. Так, Флюша против Дигла Скарка и Изи Физи. Ну и этот АТК-раунд, по-моему, совсем какой-то сыроватый получился у норвежцев. Еще одно очко для Фнатик. 4-3, раунд преимущества есть. Смотрим статистику. Скарк 10 на 4. Ну, первый пистолетный, плюс серия очень правильных фрагов в его исполнении. Фнатик Пронакс. 5 на 4, 6 на 5, JV. Дэви Волк. 5 на 4, 4 на 5, Флюша. Ну, давайте смотреть. Фнатик. В большинстве ушли под закрытый с первых секунд. Фнатик это такая команда, которая не идет куда-то просто так. И, как видим, они все-таки рискнули выйти на закрытый. Через JV не удалось открыться. Ловит флешку Шнейдера. И Рубина его очень четко принимает на лестнице. Нижний проигрывает третьему Пронаксу. Размен 4 в 3. Но здесь нужно просто делать либо еще фраг, либо уходить. И Фнатик, да-да-да, принимает решение уйти, понимая, что неплохо раскачали. Но на нет никакой огневой поддержки. Никто не занимал плент на инфу и вновь тюпик. Но будут пытаться стреляться. Будут пытаться выбить здесь себе 3 в 3. Попытковый дефлент заканчивается стрейфаерами от норвежской команды. И норвежцы перехватывают инициативу в этом раунде полностью. 2 в 4. 2 в 4. И теперь уж точно шансы очень-очень маленькие. Плюс Маки решил реализовать. Численное преимущество на все 100. За Аркадийл 100. Вот это да. Рифма получилась. Ну и о Флюше здесь уже просто знали. 4 в 4. Слушайте, такие качели, но с учетом того, что Фнатик в атаке так напрягают, боюсь себе представить, что будет во второй половине. Мне, кстати, кажется, что как-то... Вот может вам тоже кажется, что как-то странно во Фнатик Лиге легла сетка. Почему Фнатик не попали, например, сразу же на команду ASD или Маус, или ЛГБ, или ЛДЛС, или Клан Мистик? Мне вот это вот непонятно. Ладно. О Штуке немножко подумали. Решили агрессивно играть сотку с апдауном. Это закончилось для них разменом. 4 в 4. Фнатик дует вторую волну атаки. Раскидывается зелень. Раскидывается сотка. Сотка действует первый. Дэвил Волк в качестве замка на зелени. Выдержит ли О Штуке? Кейс-карт великолепно, но его выцеливали первым. Сразу было видно. Вот два девайса зафокусили. Пронакс. Минус единица не дает уйти Маки. Маки сыграл невнимательно. За это поплатился. Пронакс будет пытаться исправлять все ошибки своей команды прямо сейчас. Все-таки капитаны все в его руках. Но вот Рубина это что-то. И Рубина слышит. Перетяжку на закрытый. Не шумит на лестнице. Аккуратно слезает. Не оторопится. Вот он думает, что Пронакс сейчас будет как-то пытаться дергать. Но Пронаксу уже не уйти. Как мы видим. И ПРБ. Чекает закрытый. Рубина начинает поджимать. За синий вагон перестраивается Пронакс. Ну и здесь его ждет ПРБ. Отлично. Нашелся голубчик. Не спрятался. Никуда ты от нас не денешься. Не знал Пронакс о том, что Рубина займет апдаун и услышит его. Но это уже ошибка Пронакса. Можно было и зелени маневр сделать неплохой. Либо натопать и уйти на зелень. Хотя я не думаю, что там у него какие-то варианты были. Их там не особо много. Все-таки карта сама по себе такая, что два в одного здесь. И с такой ситуацией уйти незамеченным было бы тяжело. Так, хорошая граната от Рубины. И посмотрите, просто вся команда Фнатик остается без жизни. Все, что нужно, это дать вторую гранату. Но жалко, две нельзя купить. И зажим пошел. Отскарка. Всех казнить. Всех казнить нельзя помиловать. И убивает практически весь верхний горб. Но шведы выполняют миссию на все сто и ставят бомбу. Вот знаете, за атаку и к раунду играть, мне кажется, немножко полегче. Вы всегда можете... Да, вы всегда можете понадеяться. Ну, вот никого не убили, но бомбы поставили и все равно деньги. И все равно что-то позитивное остается, да? Что может помочь вам как-то подсобраться. А вот за защиту этой раунды, когда вы никого не убиваете, это действительно обидно и печально. А иногда бывает так, что... Сидите вчетвером, например, на Б, туда выходит пять человек, и вы никого не убиваете. Вот это уже диагноз. Диагноз. Нубчик. Ладно, Линберт. Минус. Фнатика заберели и решили... Ого! Тотал! Анал! Деминейшн! На одиннадцатом раунде! Команда Фнатик просто... Просто изнасиловала сейчас аж 2K Gaming. И без единого шанса, разыграв быстрый выпад сотки, реализовав первые респауны, уничтожила их 6-5. Фнатик снова наступает на пятки норвежцам. Тем не менее, экономику эта команда не сбивает. Смена девайсов и небольшой продроп. Смотрим на АВП. В роли Полли. В роли снайпера команды из Норвегии. И... Фнатик об этом сейчас не догадываются. Но то, что АВП на Ане не знают. Так, Флюша взрывает Рубину. Рубина убивает. Интересная перестрелка на закрытом. Так, увидел ноги Полли в сотке. Теперь об АВП известно. Дэвил Волк зелень. Ну, вот Дэвил Волк самый пассивный персонаж вообще во всех заготовках. Кнатик, как я понял, на трене. Потому что кроме этой позиции на пару с GV они никуда больше не ходят. Ну, только может там с Пронексом где-то как-то стыкуются. А Штукей, кстати, нервничают. Пытаются на минуте поймать сотку. Но там уже никого нет. Ну, и вот сейчас момент истины настанет. Секунд, наверное, через 10. Да, Штукей делают тайминговую перетяжку. Суппорт в лице Маки стягивается на закрытый. И Фнатик начинает действовать. Но пока блестяще чувствует положение в этой игре. Но GV решит все. Минусует ПРБ. 12 кп остается у GV. 3 в 4. Пригруппировка сил. Отдымление лево на зелени. АВП уходит в сотку. А Штукей готовится принимать линию. Дэвил Волк услышал то, что был подобран девайс. Размениваются гранатами. Пятая линия проходит. В этот момент открывается Линдерг на сотке. Смотрим на Шнейдера. Получится у него или нет. Заходит в спину к Маки. Минусует Маки. Идет на АВП. GV помогает. Искарк ждал Линдерга. Но это не помогло ему. Не посмотрев направо он лишился всего. Вот поле остался бесполезным практически. Все те самые секунды. В которые он должен был с линии собирать халяву на сотке. Это жесть. Минус Дэвил Волк. Прицельно. Прицельно. На Верочку как говорится выстрелил. Но дальше то что ты сделаешь. 12 и 22 хп. Две шальные пули могут решить все. Но... Как мы с вами понимаем... Ситуация здесь такая. Что в перекрестный огонь загнали поле. И раскрепощенно убрали его с АВП. 6-6. 6-6. Аж тукей. Ну уже парни. Надо что-то делать. Отдают преимущество. Отдают преимущество просто под конец первой половины. Это знаете. Это самое обидное. Что с ними могли сделать на этой карте. Ну серьезно. Начали так хорошо. Но стабильности не хватает парням. Но опять-таки. Это пик команды Фнатик. Поэтому к штуке и претензий нет. Свой нюк они отыграли блестяще. Им не хватило действительно чуть-чуть. Но это наигрывается со временем. Коллектив молодой. Но очень перспективный. Я рад что в Норвегии заиграли в КС. Наконец-то. Ждем команду из России. ПРБ и... Так. Будет ли у нас здесь... Не. Ну ПРБ вместо того, чтобы просто пятерых зарезать. Или хотя бы одного. Он убил Пронекса. И все. Ему стало страшно. Отошел назад. Получил по заслугам. 6-7. Даже 6-8. Не. 6-7. Все. У меня уже поплыли мозги просто от этого матча. Мне непонятно одно. Мне непонятно одно. Почему о штуке не хватает стабильности в защите. Слишком быстро они думают о Фнатиках. Слишком быстро. Ну знаете. Кто бы что ни говорил. Фнатик чемпионы Дримхака. И здесь они обязаны на своем домашнем турнире выкладываться на все 100. Несмотря на то, что это онлайн. Так. Рубина. Улетает просто с бунта. Я не знаю, как это сейчас можно описать. Но просто можно повесить здесь камеру и увидеть, что в пунте взорвалось, наверное, 150 тысяч миллионов гранат. Ладно. Самое интересное впереди. Бомба стоит. Маки пойдет на верхний. ПРБ пытается убить верхний. Флешка. Маки. Лезет. Не выходит. Десантится. АВП проходит. Выходит. Калаш подскользнулся на рельс. Один в два. ПРБ. Жесть. Флюша. Просто врасплох. Просто врасплох застал Маки. Как же нервничает норвежская команда при выбивании на 14 раунде. И парни из Норвегии, по-моему, играют в какой-то анти-дефолтный счет. И первая половина за Фнатик. Уже точно. На последний раунд нет денег. Ну. Мак. Мак. Скаут. Скаут, конечно, надо было Скарку отдать. Он с него... Он с него просто как... Как я не знаю. Как мой дед пьяный попадает. Так жестко, что даже не с чем сравнить. А вот ПРБ пока старичок. Вот сейчас ПРБ такой... Увидев давив волка, который прошел направо, подумал... Вот там ты просто все раунды сидишь. Поэтому я тебя не убиваю. Теперь-то понятно. Маки. Минус Флюша. Начало-то нормальное, несмотря на то, что денег не было. Четыре в четыре раз миндали. Рубина. Наглая аркада на сто. Минус Дьявол. Минус Дьявол. Дорога вперед. Ну и перетяжка на закрытый. Ой-ой-ой, Джейвишечка. Ого! Пронакс прикрыл Джейв. Забрали Маки. Как так? Как так? Два фланга было проиграно буквально в секунду. Аж окей. Было все, чтобы выиграть. А ВП остается у Джейв. Но ПРБ реализует наконец-то свой скаут. И Пронакс один в два. В очень опасной ситуации. ПРБ стенд-ин делает. Ключевые минус три. Под конец первой половины. Ну и это 8-7. Очень дискомфортный счет для первой половины. Для норвежской команды. Как бы с учетом того, что за защиту на счетах... В финале старались выиграть ножи. Но... Что буду делать дальше? Для меня загадка. Большая и огромная. Просто парням сейчас предстоит действительно... Попотеть. Что, дед, когда пьяный гоняет всех пушкой? Да нет, это такая фраза просто. Вот представляете, какой-нибудь пьяный чувак садится, и в него просто залетает. Бывает такое, да? Бесспорно. Ну и вот именно такие моменты нас радуют. Ну что, ждем. Начало второй половины. Будет эпичный просто сейчас... Врыв. Крайне эпичный. Я надеюсь, что команда Fnatic на уровне покажет нам, как надо играть за защиту. Но, может быть, и H2K дадут камбэк за атаку. Я не знаю, опять-таки, как играют H2K на этой карте. Я даже не знал, как они... Кроме того, что нюк их карты, я не знал даже, как на нюке они играют. Я смотрю все это в первый раз, как и вы. Я надеюсь, что вам нравится. Трансляция с Natic в фрага от лиги на русском языке. By SLTV, guys. Hey, guys. Who won the first map? Natic. Слэм у дедушки. Так. Я вообще не представляю. Я с пушкой. Все. Погнали. Иди спать. Или смотреть игру этих... Слэм больше игр не будет. Нет, сегодня матчей больше нету, друзья. Завтра, вот где-то завтра, я думаю, вы узнаете первые подробности в следующих трех дней прямых эфиров на SLTV и выходные в один из дней. Помимо стрима я обязательно поиграю в матчмейкинг на донат вместе со страйком. И у нас будет плюс три. Так, ну что, Рубина дает дым. Первый пистолетный. Вай, вай, вай. Смотрите-ка. Я алмаз. Глаз алмаз. Зелень в дыму. И ты плывешь, как водолаз. И Фнатик получает по жопе с первых секунд. Помимо этого дыма Флюша умудряется потерять 93 хп, просто прочекав верхний горб. Вот это поворот. Ни хрена себе сказал я себе, когда Пронакс услышал первую инфу на этой карте. Вот сейчас будет просто эпично. Обращаю внимание на этого персонажа. Обращаю внимание на бомбу. Но выбивание все-таки пять в три. Единица. Стараются аж тукей выждать моментом. Вот Фнатик попытки сыграть на укрепление, конечно, ошиблись. Но посмотрите, выбивание начинается для них не очень хорошо. Три в два, но количество хп Флюши просто зашкаливает до критичного. Пытаются прикрыть эту бомбу Рубина. Есть дефусы. Да, на бомбе. Все-таки на бомбе подловили всех 8.8. А штуки красавцы. Молодцом. Молодцом им можно сказать. Я не знаю, как там по-норвежски хорош, но я бы сейчас это сказал. Наверное, они просто говорят «Найс!» «Найс!» «Пронокс» 12-12. Посмотрите, играет в ноль. Капитан команды. Первая половина была для него, по-моему, одной самой нормальной. Так, Фнатик. Вот это хороводы. Сначала на А, потом на Б. Туда бегут сейчас все игроки команды «Аштуки Гейминг». Но жопой чуют, что это диверсия. Разворачиваются и тут обратно. Поле вышел уже на А. Ну и Фнатик понимает, что вот и песенке конец. Кто всех принял, тот молодец. А принимать здесь будут в любом случае уже «Аштуки Гейминг». И никак не команда «Фнатик». Но взорвать одного-двуха не смогут. И посмотрите, Фнатик не лезут. Не лезут никуда. Хотят они на еще одном экораунде, по-моему, потащить. Ну вот именно в таком же стиле они играли на DreamHack. Я внимательно, кстати, смотрел игры, несмотря на то, что комментировать мне их нельзя. Потому что для DreamHack я не профессиональный комментатор. И, в общем-то, так получилось, что очень это соперников будоражит. Ну как, вот смотрите, по 2000 Девил Волк, Пронокс, они погибли. Оно понятно. А вот игроки на по 250 остались все в живых. Потому что... Ну лучше их оставить. Понятно, что хотели халяву срезать. Но на Нюкене играли так же практически все экономические раунды. На DreamHack играли так же. Ну это последний турнир с участием Fnatic, который я видел. Ладно, давайте смотреть на Скарка. Ну этот парень сейчас с пистолета просто пробил зелень. Fnatic, между прочим, заркадили зелень, получили инфу. Ну аж окей знают практически обо всех их действиях. И спокойно вышли на закрытый. Никого не боясь, ничего не раскидывая. Скучно. Скучно и однообразно. Скучно, однообразно и предсказуемо пока все. Ждем девайсного раунда. Где ты находишься? Я нахожусь в Киеве. В Киев-Киберспорт-арене. В студии SSL TV CS GO. На новом комментаторском столе, который мы сегодня собирали. Я несказанно рад. JV отправил в Скарка. Наверное, в худший из миров. Умереть вот так вот из-за дыма. СП-2000. Не самое лучшее. Шнейдер. Ой-ой-ой. Посмотрите. Ну, всех почти отстрелили. И этот еще красный в живых остался. Вот это рубина. Вот это рубанок халява просто. Ну, по крайней мере, один девайс удалось унести команде Fnatic. Но это был второй эко, поэтому это не важно. Но девайс, по-моему, останется в руках. Да, JV оставит за собой. Галилар. Смотрим расстановку сил. Devil Walk зелень. Или игра по единице. Так, не рискует он открываться на АВП. ВП от поля пыталась выйти быстро, забрать сотку, но... Так. Капдаун упал. Сотка не ушла. В апдауне... Ваш 2K. Come on. Stand up, guys. What are you doing? What are you doing? Я просто сейчас в шоке. Как так получилось? Они шли на такой четкий раунд, что закончилось все за... Сколько секунд закончилось? За секунд, наверное, даже до минуты не дошло. Ну, 20 секунд и минус раунд у вас штуки. Вот. Опять парни не могут... Там в Норвегии, наверное, не понимают пока еще, да, что такое действительно важный раунд. То есть, что такое просто сыграть раунд. Ну, жесть. Они дают просто Fnatic сейчас возможность побаловаться со счетом и выйти реально в перевес. Тем не менее, дубляж раунда в плане дыма и всего прочего на Аплент. Шнейдер в спине. Умудряется обойти всех. Ну и Fnatic спокойненько перестреливает 5 игроков атаки. Тем не менее, бомба в ваштуке и встала. Хотя, по экономике она им особо сильно не требовалась. И теперь они могут купить 5 АВП. И будет ли у нас 5 АВП? Нет, конечно же. Мы же не Astana Dragons. Мы купим одно. Вот достаточно... Не знаю. Плохой респ у поля. Апдаун или сотка. Сотка все-таки. Давайте смотреть. Попробует убить. Ну не, они здесь друг друга просто подлавливают. Есть выход за транс. И Рубина лишается своей жизни. Пытается открыться с карки. Есть размена. Уходит обратно с апдауна. ПРБ тоже на точке. Но действует самым последним в звене. Ну вот первые шалон атаки, которые выходили. Я имею их ввиду. Пробивается зелень. Но толку от этого нет. Ну там нет перекрестного огня. Поэтому можно пройти линии. И по-моему Аштукей сейчас на это рассчитывают. Хотя Пронакс на единице слышит все. Бомба в этот момент уходит обратно в апдаун. И норвежцы пытаются принять правильное решение. А это или Б. Перестрелка с Флюшей. Флюша в позиции. Не справился с задачей. Поле АВП мажет. Про апдаун известно. Что будет делать Джей Ви? Джей Ви ничего не делает. Ну а Пронакс остался стоять на единице. Забрал Маки. Которого специально оставили закрывать спину. Ну и один в два здесь потащить шансов нет. Но это 11-10 пользу Аштукей. Хотя вот с меткостью снайпера команды Аштукей. Я могу наверное даже поспорить. Он будет закрыт. Эту бомбу разыгрывать. Слушайте норвежцы жмутся. Пронакс это чувствует. По-моему они боятся его шведской могучей мощи. В итоге загоняет обоих на верхний. И спокойненько бежит сейвить девайс. Ну вот правильно здесь. Ну правильно конечно он все делает. Но норвежцам по-моему пора отрастить себе большие яйца. И не бояться вот в таких ситуациях добивать. Капитанов команды. Из Швеции. Они еще и одного на бомбе лишились. Ого! Минус АВП! Какая боль просто! Пронакс! Просто это... Вот сейчас было... Это просто минус 5000. Все и с этим не поспоришь. Это катастрофически чудовищное убийство снайпера. Ладно матч продолжается. И Скарг открывает счет в этом раунде. Ему еще дают уйти живым со 100. Пока что... Фнатик не выполняет на все 100 свои позиции в упоре. На Апленте. Но тем не менее. Вот благодаря JV и Размена удается сыграть. Поле снова дохнет. Зелень разворачивается и убегает. Неплохо намошнили. И самое время сосредоточить свои силы. Команде Фнатик на закрытом. Но они рассчитывают на очень-очень долгий мувплей от команды. А штуки гейминг. Что будут делать норвежцы? Все прекрасно понимают. Они будут конечно сидеть ждать удобного момента. Но вот два раза за раунд принимать решение очень-очень печально. Очень печально. Это говорит о том, что тактической составляющей... Ну она есть. Но это говорит скорее здесь о том, что о штуке очень плохо знает игру команды Фнатик. Несмотря на то, что выигрывают в один раунд. Ну то есть первое решение выйти быстро не получилось выполнить. Посмотрите, падает сотка. И... JV слышит выход на закрытый. Все. Все. Это просто... Это просто все. Он услышал все шаги. Выходит бомба. Выходит Маки. В Размене тоже дохнет. На линию заходит ВРБ. И его просто совершенно спокойно забирает Шнейдер. Прострелом в дым. 11-11. Изи фор Фнатик. 23 раунд. 23 раунд второй половины второй карты. Напомню, что первую карту выиграли Фнатик. С не очень... С не очень таким, знаете... Выразительным счетом. И он колебался в районе... Ну, 16-13. Могли на самом деле и 15-15 сделать норвежцы. Но... Они отдали очень важный раунд. Оставаясь в чистом преимуществе. И за счет этого потерпели на все 100. Ну, смотрите, что Шнейдер делает. Просто ничего не ощущает. Ни Рубина, ни Поля, никого. Двери замечает. Маки. И на десерт добивает его 12-11. 24 раунд второй половины. И вообще второй карты. Так, ну вот тут что-то все гонят на Хлою. А мы ей дадим админа. В чате. За хорошее поведение. И... Скарг. Просто его, наверное, в детстве. Бронислав хотели назвать столько. Пуль дает с Дигла. И по нему ни одна не попала. Это соперника. Ну, посмотрите, что делает Живи. Живи просто берет, поджимает спокойненько с закрытого. Команда Аштуки Гейминг расстроена. На единице находятся три игрока атаки. И их всех забирает Джейвис Флюша. И жесть. Просто минус три и дефьюз бомбы. Флюша изучает лицо своего оппонента. Тиммейта. 13-11. Два раунда преимущества за Фнатик. Не, ну если на этих... Вот, если будет счет 16-13, для Аштуки это явно такой знак, что, по-моему, ребят, пора смотреть демки. Но, знаете, для команды, которая относительно недавно появилась, и... Кстати, вот про Аштуки. Организация норвежская. Вот, появилась она давно, но команда вот эта абсолютно новая. И непонятно, пока покажут что-то эти ребята или нет. На быструю бомбу играет Аштуки Гейминг. Раунд на прием выбивания от защиты. Но и пока не все очень гладко. Прб 9 хп. В него залетает граната. И Фнатик очень грамотно... Не то, что грамотно, но очень правильное решение принимает. Выбивать через апдаун. В итоге им удается это сделать. Ну и эта бомба has been defused. Ну, бесплатный раунд для команды Фнатик. И невнимательность в исполнении норвежцев. Пронакс просто defuse бомбу под шумок. Вот так вот. Должны были забирать. 14-11 и, по-моему, у Фнатик здесь... Ну, вот в их игре уже чувствуется то, что они более чем уверены. А норвежцы просто пытаются. Но стрельба у норвежской команды действительно стоящая. Мне кажется, что в этом году мы этих парней увидим не на одном. Аж на трех, я думаю, чемпионатах. Как минимум в топ-5-8. Вообще на этот год ставлю на Na'Vi. В этом году ставлю на NIP в первую очередь. Также, скорее всего, NIP сделают замену в составе уже после Котовицы. Хотя тоже вряд ли. Также делаю ставку на то, что... Какие-то шведы, например, SK Gaming также выстрелят. Они поменяли состав. Ну и сцена, в общем, полна сильных команд на этот соревновательный сезон. И до лета, друзья, не забывайте, до лета будет очень много репортажей с крупных чемпионатов. Включая EMS Котовицу и все прочие турниры, которые будут. Плюс StarLadder, конечно же, друзья. Любимый родной StarLadder, который стартует 19 февраля. Знаете, к меньшинстве. Убивают разводку на закрытом. Убивают выход на Аплэнд. Заставляя просто сейчас, не знаю, чмориться игрока. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Как играют просто. Небережно. Небережно, ребятки. Шнейдер добивает двоих. Остается один Рубина. Один в два. У него бомба на руках. Шнейдер мог словить просто всю банду и взять ничью для своей команды, но... Не тут-то было. Не тут-то было. И Рубина сейчас понимает, что если они не берут 15-е, это... Что, вернее, если Фнатик берут 15-е, то это минус деньги. Видит десятку. Полетело гранатов 10. Не взрывается Дэвил Волк. Как знал, как знал, что там и Флюша... Флюша... А-а-а-а-а? И чё? И чё мы висим? Это пауза или Гоу ТВ реконектится? Да, всё, мы все орём. Это просто найс. Это просто найс. Сервера шутдаун. Ха-ха-ха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 16-11. Да, друзья, ну что ж, всё-таки Фнатик выигрывает. Выигрывает вторую карту. Ладно, напишем, наверное. Или даже писать не будем. Ладно, друзья, мы все прекрасно понимаем, что произошло. Это старый баг ещё с, наверное, первых версий CSGO. Ну и команда Фнатик выигрывает вторую карту со счётом 16... Ох, no, wait. Нет, нет, команда не выигрывает. Команда Фнатик не выигрывает. Мы ждём реконекта Гоу ТВ. Мы ждём реконекта Гоу ТВ. Одну секунду. Так, надо спросить. Реконектнулась ли Гоу ТВ? Потому что непонятно, что происходит. Счёт 15-12. Пишет Петер с HLTV. Я пока, наверное, в чат зайду. Купили, 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 купили. Не-не-не-не-не. Тут всё чётко, ребята. Админы всё контрит. Вы не переживайте. Мы вас ни с чем не обманем. Ну, может быть, чуть-чуть, конечно. Я спрашиваю, реконектнулась ли Гоу ТВ. Мне пока что ещё не ответили. Никто. Так. Захожу обратно. Кэс. И я даже не знаю, что делать. Нам либо сейчас просто скажут счёт, либо реконектнется Гоу ТВ. До конца и мы досмотрим этот момент. Жесть. Короче, сервер вырубился. Счёт 15-12. В пользу команды Fnatic. Мы остановились с вами на 26-м раунде. В ситуации 2 в 1. Рубина. Ну, вот, наверное, здесь и взяли 15 раунд. Всё-таки Fnatic 2 в 1. Хотя Рубина мог потащить. Но я как-то сомневаюсь, глядя на то, что Дэви Волка... Да глядя на то, что Дэви Волк заходит уже к нему просто в спину. Ну, вот ситуация сама. Посмотрите, какая Дэви Волк и Флюша. Два братка. Ну, то есть он уже почти в спине у него. То есть он его в любом случае закрывает, выходя с десятки. А Флюша будет... Да Флюша может его просто вообще на бомбе поймать. При том, что тот её... Хотя не, успевает поставить. 7-3-5-5-6-0-8. Я запомнил. Так. Зен Старток и... Спрашиваем счёт. Спрашиваем счёт. Вроде бы как 15-12, друзья. В пользу Fnatic. Админы молчат. Админы молчат. Пытается сейчас Петер Милованович, админ хелтворга, поднять Гоу ТВ обратно, чтобы мы могли досмотреть это дело. И... Я, наверное, почитаю чат. Скором апп. Я написал. Я написал, с каким счётом, что куда. Тем временем НИП ТВ смотрит 13 тысяч человек. Это вообще, по-моему, бодро. Крайне бодро. Какой состав у АД? Тот же самый, который был. Какой состав у АД? Так, ну я пробую сделать ретри. Я не знаю, получится. О-о-о-о! Или мы там на висячий сейчас попадём. Я даже не знаю. Будет ли реконект или нет? Нет. Досмотрим матч. Всё-таки я надеюсь, что мы попадаем как раз туда, куда надо. Сек. Веган. Веркитон. Всё работает. Всё работает. Ребята, мне написали. И всё, врываемся на трейн. Я жду, когда он прогрузится. И я нажимаю кнопку Enter. И у меня ещё один трейн. Ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Это простительно. Это простительно. Такая беда, конечно, во время матча. Выключают сервера сами по себе. Неприятно. Неприятно, но что поделать. Но вроде бы сейчас очень много Valve команд дополнительных добавили на серверную составляющую. Поэтому я думаю, там всё восстановят. И деньги, и вообще всю ситуацию. Ну, если что, смодерируют. Ретривинг геймдата. Ну, это жесть. Ждать будем просто 100 тысяч лет, наверное, возвращения эпичного. Но я думаю, пишет мне китаец, который стримит на китайском. Представляете, стрим на китайском. Это было бы смешно. Нет, там нормально. У нас, кстати, StarLadder будет освещаться на нескольких языках тоже, поэтому радуйтесь. Я только ещё не знаю, честно, кто будет английским комментатором, но... Чё, всё? Насмотрелись, пацаны? Ну, и давайте смотреть, наверное, счёт. WebTV Vakarm мне сообщает, что... Игра, по-моему, закончена. Или нет? Ладно, зайдём на HalteWork. Так будет проще. Ну, вот самый эпичный раунд, когда всё должно было решиться. И мы должны были понять, на самом деле, потащат ли аж 2K или нет. Они просто взяли и отключили нас. А вот третья карта была бы самой сочной. Это был бы DAS на счёте. 15-12 висит, да. Скорборд. И у меня нет никакой инфы вообще. Так, короче. План банан просто. Чтобы не было у нас никаких вопросов. Мы просто идём. Супер вообще, посмотрите. Просто супер идиллия. Никого есть в натик нет в сети. Есть только НБК и... И всё. Это жесть. Эксады играют сегодня? Нет. Нет, Эксады сегодня не играют. Так. Так, что делает Гзист? Гзист тренируется со всей бандой. Так. Ну я, наверное, сейчас ещё раз ретри сделаю. Я не знаю. Может быть, это как-то поможет. Может, меня на релей какой-то кинуло. Но, по-моему, там игра уже закончена. Как я понял. Ну, если на счёте 15-12 всё это дело повисло, то вполне возможно оно так и есть. Вот, смотрите. Заходим на сервер. И видим... Да, будет модуляция ситуации. Будет модуляция ситуации. Поэтому дожидаемся. Будем дожидаться жданов и нежданов. Так, посмотрите. Снатик никого нету вообще. Кроме одного JV. Их даже в стиме никого нет. Это какая-то жесть. Ну, переносить эту игру бессмысленно. Её легче... ...доиграть. Так. Ех, Уилл, Фискер, Поле, РКон. Всё. Залетают. Залетают Фнатики на сервер. И... Thank you. Welcome back, друзья. Ну, что ж. Со счётом 15-12 должна быть продолжена игра, если я не ошибаюсь. Да, да, да. И последний раунд... Последний раунд мы будем смотреть уже вот в такой вот схеме. Без худа, без всего прочего. Ну, без скорборда правильного. Но вы все прекрасно понимаете, что это последний раунд, потому что матч встал на счёте 15-12. Обе команды играют девайсные раунды. Атака, скорее всего, закупаются... Ну, да, закупаются они под нолик, потому что у них денег не должно было оставаться после проигранной бомбы. Команда Фнатик, в принципе, в экономике чувствовала себя уверенно практически всю вторую половину, и проблем у них не было. От этого им дали по 7... Нет, по 10 тысяч, по-моему, им дали, да. Где-то так. Ну, там либо так, либо не так. Флюша минус Поле, и... Даштукей. Будут ли врываться? Нет. Рубина минус JV. Ну, неплохое начало для... Было для Штукей, но они остались вдвоём, и... Ну, это ГГ. Это ГГ, собственно говоря, и... По-моему... Фнатик просто забожили. Рубина один-один с Пронаксом! Нет-нет-нет-нет-нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Один на один. Рубина лезет на башню. Пронакс знает, Пронакс знает то, что его оппонент сейчас находится здесь, но не знает то, что он находится наверху, и... Та-та-та-та-та! Не всё просто так! Не всё просто так! И счёт становится 15-13! 15-13, и всё-таки Аштукей будут бороться! А если овертайм? А если найду, что будешь делать? Рубина красавчик! 5 на 0 отыгрывает после дропа сервера. Вот знаете, иногда такие паузы очень нужны. Вообще, в правилах турниров не предусмотрены они, как таймбрейки, но... Иногда полезно вот проигрывать и проигрывать, и хоп! Поняли, что пошло не так, и... Сразу же поменялись в игре. Кстати, на поляков ставлю в этом году, и в соревновательном сезоне тоже очень-очень большую ставочку, потому что эти парни унесут как минимум 100 тысяч в этом году на одном из чемпионатов уж точно. Так, флешки. Залетают сейчас на зелень. Разводка. Разводка, это штуки. Пытаются диверсию устроить сейчас на, чтобы выйти быстро втроём под Б, но, судя по неуверенным действиям, непонятно, будет ли это Б вообще. Либо попробуют сделать первые минусы и развернуться. Но бомба у них на руках, поэтому, скорее всего, всё-таки это финальный аккорд в этом раунде. Нет, они пытаются запустить туда Майки. Майки неохотно идёт. В итоге Флюша его упускает из виду. Майки проходит на шифте через дым. Дэвелок в этот момент принимает зелень, принимает аплент. Падает сотка в меньшинстве. Норвежская команда. JV должен был быть сейчас просто трупом, но и Майки не проходят закрытые. Ну и, по-моему, это 16-13. Это 2-0. Это 2-0, друзья. И Фнатик... Фнатик выигрывают. Фнатик выигрывают, друзья, по картам со счётом 2-0. Ну и на этой, наверное, чудесной ноте мы будем завершать сегодняшнюю трансляцию. Напомню вам, друзья, что положение в турнирной таблице теперь совсем другое. Ну, первый матч мы посмотрели. Вообще, за матчами Фнатик Риги вы можете смотреть на HLTV.org, вы можете следить в репортаже на CSGO StarLadder TV. Вы также можете за ними следить в социалках. vk.com.ssltv, vk.com.sl4mtv. Там я иногда даже делюсь каким-то инсайдом в виде пика, банокарт, кто, что, кого, куда. И постараюсь брать, наверное, какие-то, не знаю, предматчевые комментарии у команд тестового на этом турнире. Ну что ж, первый матч Фнатик Лиги подошёл к концу. И можно сказать только одно, что увидимся мы с вами, скорее всего, уже даже, возможно, завтра или послезавтра. Ну, завтра в любом случае. Команда Фнатик проходит первая по сетке и обыгрывает H2K 2.0 по картам. Следующая пара, которая будет играть не сегодня, а 17-го числа, это пара... Это следующий понедельник, для тех, кто не знает, в рамках Фнатик Фрагаут Лиги. Это пара LDLC и Клан Мистик, французская дерби между этими командами. Ну, а вот уже 18-го числа мы сможем посмотреть игру команды X-Stone Dragons. Они будут встречаться с Maus Sports в верхней части сетки. Ну и, соответственно, Штукия Гейминг будут дожидаться, дожидаться либо LDLC, либо Клан Мистик. Что касается матча вот LGB и Юнуэйн, который тоже интересен. Юнуэйн — это бывшая команда, не факулти, чтобы вы понимали, насколько это серьезные парни. Они могут перевернуть LGB, если захотят. Но после смены составов, думаю, и ЛГБ тоже дадут жару. Ну, полуфинальная стадия вообще в верхней сетке будет интересной и даже очень интересной. А вот что будет в матчах в нижней сетке. Для меня вообще загадка, и какая система в нижней сетке будет играться, тоже пока непонятно. То ли BO3, то ли BO1, но Best of 3, по-моему, было бы делать очень глупо, потому что количество команд слишком большое. Ну что ж, с вами был Слэм сегодня, это было StarLadder TV. Подписывайтесь на социальные сети. Ну и мы с вами увидимся, наверное, завтра. Да, чуть не забыл. Самое главное — vk.com.sl4mtv. Там вы можете следить за всеми анонсами, включая матчмейкинг-шоу.